В начале 2013 года на встрече президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом обсуждалась поддержка формирования новых епархиальных управлений Русской Православной Церкви. По итогам встречи было решено. Духовно-просветительские центры должны появиться во всех новосозданных епархиях Русской Православной Церкви. Каким станет духовный центр в Наринмаре, узнавала Надежда Литкова. Самая северная епархия Русской Православной Церкви – Наринмарская. День ее рождения – 27 декабря 2011 года. В состав епархии входят Лешукунский и Мизенский районы Архангельской области, Новая Земля, Земля Франции Иосифа и Ненинский автономный округ со столицей городом Наринмаром. Богоявленский храм – духовный центр нашего города. Его строительство началось в 1996 году, а в 2005-м состоялось великое освящение. Такие храмы строили только на севере Руси. Его высота – 35 метров. Общая вместимость – 250 человек. Ни для кого не секрет, что во время служб храм не может вместить в себя всех желающих. И речь о строительстве нового идет уже очень давно. 28 февраля 2014 года в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с участниками Патриаршего проекта «Русская Арктика». Именно тогда архитектор Иван Поляков представил проект «Арктический собор», которым с благословения епископа Наринмарского и Мизенского Якова занимается уже больше года, и в рамках которого планируется строительство Духовно-Просветительского центра и Кафедрального собора Наринмарской епархии. Ради работы на Севере профессионал даже оставил свое архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я сказал, ребятки, все, извините, я оставляю, все, я у тебя Дуринмар. Не всех уволил, часть людей у меня осталось работать, но я общаюсь с ними по скайпу, работаю. Здесь будет открыто под этот проект архитическое и строительное бюро. Успенский кафедральный собор будет построен из современных материалов. Новые технологии в нем будут сочетаться с русскими традициями. Собор превысит как в размерах, так и по высоте Богоявленский храм, обеспечит оптимальную вместимость и станет частью соборной площади. Площадь объединит всю полноту государственной и духовной власти, придаст завершенность Центру Наринмара. В состав комплекса Духовно-Просветительского центра войдут «Воскресная школа», «Школа-Юнг», «Конференц-зал», «Выставочный зал», «Библиотека» и «Трапезная». Духовно-Просветительский центр будет служить, как явствует из его наименования, просвещению наших людей, духовному образованию, тому, чтобы истинной веры, благочестия, правды, любви люди могли обретать здесь в самых различных формах. И в общении со священниками, и в общении с теми, кого мы будем приглашать с Большой Земли, и в культурных программах, и в выставках. Средоточием Духовно-Просветительского центра по нашим замыслам, дай Бог, чтобы они воплотились в жизнь, станет музей Русской Арктики. Строительство музея станет первым этапом работ. Он начнется в ближайшее время. Весь комплекс по плану появится через три с лишним года. Предстоит много работы. Будет снесено старое здание больницы. Возможно, перенесена остановка общественного транспорта. Активное содействие проекту оказывает и архитектурный отдел нашего города. «Собор в любом городе является его центром, его вертикалью, его духовной истиной. Любой город, мне кажется, наш город еще юный, потому что в нем еще не дозрели до такого собора. Я думаю, что это обязательно должно быть и в любом случае это украсит город». Арктический собор станет памятником первопроходцам Русского Севера. Он станет главным монументом столицы Русской Арктики и будет нести спасительный свет Христовой веры народам Заполярья. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север.